Такой опасный, опасный ход А что он сделал не так? Винта нужно было, видимо, давать, да, своему шарику? Да, немножечко неверно рассчитал Он хотел ближе к середине короткого борта, скажем, битоковый стой Да, вот он ближе к середине А получилось, он ушел в угловую лузу Ну, в общем, из-за этой ошибки, вот повтор, которую вы видите на своих экранах Евгений проигрывает эту партию 28-26 Ну, после победы в этой партии становится счет Ну, а мы с вами возвращаемся в игровое пространство Преимущество у него есть, поэтому ему здесь очень важно продолжать его держать Хотя, конечно, все ближе и ближе финал этой встречи Москоу-челлендж, который играет Константин Степанов и Евгений Сталев До 35 побед Вот, я уже говорил, да, классический биток в среднюю лузу Но вот чуть-чуть не упал Чуть было-не было Чуть было-не упал Девятка не упала чуть, да? Нет, белый шар вот в угловую выжил А, белый шар? Но в то же время сейчас не встала позиция для открытого удара Хотя и девятка шла, вы видели Ну, она, может быть, в район луза шла точно А биток, да, биток там заколыхался Я бы на девятку смотрел, поэтому битка совсем даже не проследил А он действительно чуть было не свалился Да, вот здесь уже, когда много наблюдаешь пуловские матчи Смотришь при разбое два шара Первый, упал-не упал И сразу после него концентрация внимания на битке Где биток? Упал-не упал биток И как он стал уже по отношению к следующим шарам Потому что девятка, как бы, на нее обычно Ну, зритель больше смотрит на нее А профессионалы смотрят вот на эти два шара Чтобы понять, будет продолжение или не будет продолжение Хотя, конечно, это все в доли секунды происходит Здесь, на мой взгляд, надо отыгрываться Причем, это, конечно, может быть разный Смотрите, очень нестандартный, скажем так, выбирает вариант Степанов Он отыгрывается от девятых шар Есть удар пуш То есть, если не стоит в девятке Это единственный удар, когда можно играть не по очередному шару Если не стоит очевидный удар То можно сыграть Можно даже забить девятку этим ударом Чтобы выставилась девятка потом на точку, о которой мы уже говорили Вот Евгений принял эту позицию И он продолжает играть уже сам Если Евгений сказал бы, например, Константину Играй сам То есть, мог отдать ему право очередного Да, он мог отдать право выполнять этот удар То тогда должен был Константин играть Но Евгений согласился с подобной позицией шаров на столе И, соответственно, выполнил удар На мой взгляд, не очень удачно Потому что сейчас, в общем, второй шар можно играть А Константин-то мог еще раз через девятку пушовать или нет? Один раз Один раз, да? Один раз, только после разбоя Первым ударом после разбоя То есть, он обязан был играть через второй шар, да? Ну, то есть, шар с наименьшим ногами Да То есть, дальше, вот то, что сделал Евгений Он должен был либо так же сыграть, как Евгений Но вот и Константин ошибается Он хотел, чуть-чуть перерезал второй шар И теперь мы видим, что, в общем-то, и Евгений спокойно может его играть На мой взгляд, хватает ему резки Да, выход на третий хороший Там же четвертый, пятый Ну, в общем-то, здесь достаточно очевидно, что Евгений должен справиться с этой позицией Да, вот посмотрел он относительно резки на пятый шар Здесь, конечно, сомнений мало Но, с другой стороны, как мы уже говорили, фактор психологии уже все ярче и ярче проявляется Сейчас бы своя ком не выронил только? Нет, ну, он, я думаю, ударится где-то на длинном борту по середке между центральной и угловой лузой Вот, вот, ну, собственно, как я и говорил Ну, оттягивал, да, оттягивал Переводил шар сюда И перекатил немножечко, скажем, для угловой, для удара по угловой лузы Ну, в середину Да, нормально в середину пройдет В середину нормально пройдет И как раз выйдет биток на длинный бор, чтобы сыграть вдоль борта черный шар в угловую лузу Да, ну, в общем-то, так оно и есть Прекрасно Ну, тут все ясно уже Да, тут, опять же, очевидно, понятно И что плюс, плюс 3, да 29, 26, напоминаю, до 35 побед проходит эта матчевая встреча Ну, что же, очередная партия Сталев разбивает 29, 26 в его пользу Напомню, что вот мы уже видели, что после разбития у Евгения не падали шарики А разбой, как мой коллега отмечал, это одна из важнейших составляющих игры под названием девятка И вы посмотрите, и сейчас опять ничего не падает Что-то перестал как-то, да, у Евгения, получается? Это вот иногда говорят, идет, не идет, да, то есть как-то вот, ну, не пошло Мы видим, и сейчас при напряжении счета, который стремится к 35 уже, все ближе, ближе, ближе Конечно, это очень, очень обидно для игрока, который разбивал, потому что, в общем, очень сложно Но можно забить первый шар, совсем непростой выход на второй, но там можно отыгрываться Поэтому варианта существует Вот сейчас мы видим, через весь стол, почти с угла нужно будет играть Степанову по первому шару И сейчас и пуш он сделать не может, да, вот этот самый? Да, он не может, потому что это можно сделать, если ты разбивал, и ничего у тебя не упало Это мог сделать, допустим, в другой партии мы видели подобную удару Вот сейчас очень хорошо забил, причем прекрасно вышел на второй шар Степанов Но элемент риска был, я так понимаю, да? Довольно серьезный Конечно Ну вот здесь вот и срабатывает то, о чем я говорил, вот это вот психологически И тут надо нырять, нужно, тем более он отстает достаточно сильно Ему уже нужно брать быка за рака, иначе у него времени не будет Вот сейчас он немножечко подбил, будет играть, соответственно, четвертым по пятому шару Вот очень хорошо, аккуратно Четвертый остался в лузе Сейчас в угловую шестой зеленый Скорее всего, в одной из центральных седьмой Посмотрим на выход О-о-о Вот, скажем так, непростой Непростой Чуть посильнее бы, да, вот буквально Микроусилие и встал бы неплохо в средину Да, здесь его вроде как и не в угловую, и не очень в угловую Но вот здесь, конечно Может отыграться с другой стороны? Три шара, всего три шара Практически нельзя отыгрываться Потому что То есть это тактическая ошибка, да? Да, да, здесь надо забивать Тем более, в общем-то, возможность забивать есть Вырезать не так сложно, но нужно просто не ошибиться Ну вот, в общем, не ошибся В общем-то, да Ну, опять-таки, покачался шарик, покачался Подумал, стоит ли ему падать Ну, в общем-то, видимо, выбрал вариант надо падать Вот он обгубку, да? И на мягком ударе как раз он Перерезал он, на повторе было видно? Да, чуть-чуть перерезал Ну, это хватило, ширины лозы хватило, чтобы она приняла Ну, а сейчас Сейчас Тут уже все ясно С другой стороны, Лев Мы же сами видели, как отыгрывались И Евгений отыгрывался И Константин отыгрывался в городскую партию Когда он его катал Одна из первых Одна из первых партий Когда на столе было всего-навсего Два шара и биток Тактика всей встречи Тактика всего матча Она, безусловно, по ходу игры меняется Если там был большой путь еще впереди Которым нужно было преодолевать Там можно было отыгрываться Одна-две партии там Большой роли не играли Жесткого не было Вот такого режима, который существует сейчас Сейчас очень жестко Вот наступил тот, как говорят, жесткач Когда отдавать нельзя Нужно цепляться Тем более Степанов проигрывает сейчас Нужно цепляться И жестко, жестко очень Держаться за каждую позицию За каждый шар За каждый возможный удар Иначе проигрыш Иначе поражение будет во встрече Понятно, что Это никому не хочется Это никому не нужно Хороший разбой И зрители аплодируют уже даже разбою Вот смотрим Вот опять я говорил Помните, классический Копейка в среднюю лузу Первый шар Практически вот на чемпионатах Европы На чемпионатах мира Это происходит Ну, 70% разбоя Когда первый шар падает В угловую лузу В среднюю Итак, второй Вот обвел Провел между пятым и девятым шаром Очень хорошо Степанов биток И сейчас вот мы, кстати, увидим После того, как он забьет третий шар Он будет играть Здесь не очень точно видно Но, скорее всего, будет играть Пятым шаром девятый Вот он и посмотрел, как поставить поудобнее Да, да То есть, опять Попрямее Игра битка То, что мы уже говорили Пул, игра битка В двух словах Очень важно контролировать его Очень важно четко Понимать, представлять Куда он пойдет Собственно, все ошибки только из-за выходов Мы видели, как Евгений вышел в неудачный период Игрыша в восьмой шар И битоку уронил В голову лузу Сокращает развод Степанов Довольно мощная поддержка зрительства Степанова Вот смотрите Куча аплодисментов Говорят, местами переходящие Даже в овации Здесь вообще, действительно Я уже говорил В начале встречи В начале матча Что практически полный зал был Причем все пять часов Количество зрителей Нисколько не уменьшалось Тем более игра, которая Вот эти вот Непонятно, кто выиграет Она, конечно, давала зрителям Вот это ощущение Интриги Непредсказуемости Заставляла смотреть Каждую партию Каждую Опять Центральная луза Шар в лузе Вот, смотрите Хороший какой разбой Чуть ли не половину шаров Он сразу загнал Да, да Из пяти шаров Четыре упало Но не очень удачно Встал четвертый По отношению К битку А это шар С наименьшим номером На столе Да, и сейчас Вот этот розовый шар Мы его видим Ну, посмотрим Что предпримет Степанов Ну, видно, судя по всему Да, напрямую он проходит Да, видно Но вырезать-то его, по-моему, никуда невозможно Невозможно Либо Играть от него Седьмой Но это очень Негарантированно Либо Отыгрываться Что тоже не есть Как удобно Либо играть Пуш-аут Вот то, что мы говорили То есть сейчас может Он играет Не обязательно по четвертому шару Он может Сказать пуш В какое-то место стола Поставить биток Для того, чтобы Предложить Евгению Принять Или не принять ситуацию При этом биток Ведь может не коснуться Ни одного шара, да? Да, он может не коснуться Шара, борта Может ничего не коснуться Но он выбирает Нападение Будет играть Использовал свой Ну, великолепный, да? Да, то, что Я говорил вначале Возможно будет играть По седьмому шару Да, чтобы забить От четвертого В общем-то, так и получилось Рискнул И, смотрите, взял Взял этот Непростую позицию И дальше Опять мы приходим к тому Что позиция открытая На столе Надо выполнять то, что Стоит в предполагаемых Предлагаемых обстоятельствах Вообще Степанов В 2005 году, конечно В общем-то Выиграл все, что можно Он выиграл Чемпионат России Все три чемпионата России Личные Тем самым Стал первым Абсолютным чемпионом России По пулу Вот именно в формате Как вы спрашивали Выиграв все три чемпионата А не на троих Разыграв Среди победителей Чемпионатов Он выиграл Суперфинал Кубков России Он выиграл Несколько этапов Кубка России И вот сейчас Счет 29-29 И сравнялся сейчас Вот с Евгением Сталевым Да Короткий сет До шести побед Практически остался Вот жалко Мы не увидели Повтор того Того замечательного шара Когда он Седьмой Да Свояком Белым шаром В общем здорово Он выполнил тот удар Ничего не скажешь Смотрим за разбоем Нету В середину Шар номер один не падает Но зато Да Есть упавший В общем Да Видно Видно Ему Напрямую Стоит первый шар Евгений уже Тоже напряжен Шестерка падает Да Да Упал Зима